Родители учеников одной из столичных школ возмущены тем, как в учебном заведении кормят их детей. Некоторые даже вынуждены заказывать детям еду с доставкой прямо на занятия. При этом стоимость питания в самой школе многим обходится в круглую сумму. Возмущенных родителей, а также представителей компании, которая обслуживает детскую столовую, выслушала Анна Абрамова. Возмущенные родители собрались у порога одной из столичных школ. Школ их не устраивает, только кормят детей в столовой учебного заведения, кстати, частного и довольно дорогого. А то, что подают детям, по их словам, едой назвать сложно. В меню школьной столовой названия блюд звучат очень аппетитно. Плов по-восточному, без строганов есть даже золотая рыбка. Такое питание в месяц, по словам родителей, обходится в немалую сумму. Около 60 тысяч тенге на одного ребенка. Родители собрались с тем, что здесь в столовой кормят некачественным питанием. Плотят они вполне достаточно. Моей дочери после того, как она после обеда, то есть она позавтракала и пообедала, ей стало плохо. Позвонила учительница, пришлось забрать ребенка со школы. Пришли домой, она начала рвать. Вызвали скорую, скорая сказала, что это отравление. Конкретно мои дети говорят, что питание холодное, очень однообразное. То есть макароны, гречка. Часто находят волосы в питании. Вот последние родители из Камчати выслали, что было насекомое. Несколько фотографий родители показали и нам. Выглядят они, мягко говоря, неаппетитно. Впрочем, представитель компании, которая обслуживает столовую, говорит, что обвинения в их адрес сфальсифицированы. По поводу этой проблемы, что еда якобы невкусная и холодная, я скажу, что это не так. У нас есть медблок, они все проверяют. Родители иногда приходят тоже посмотреть, а тараканов у нас вообще нет. А то, что на фотографиях, это не наша продукция. А еще родители рассказали о том, что они давно требовали поменять компанию, которая готовит еду для школьной столовой. Но вместо этого сменили только название фирмы и ее руководство. Мы, в принципе, воспользовались своим законным правом. Это не запрещается. Тем более, люди показывают, что в Министерство юстиции по этому вопросу обращались. В принципе, все законно. Обратились родители не только в Министерство юстиции, но и даже в канцелярию премьер-министра, говорят они сами. А еще ждут ответа от санэпидемстанции. На основании жалоб родителей мы подали заявление в СЭС на проведение проверки и получение заключения о соответствии с столовой, санитарно-гипологическим нормам. После этого заключения будет дано полный комментарий по поводу данной ситуации. Доводы сторон должна подтвердить проверка. Пока же некоторые дети питаются едой, которую родители заказывают в службах доставки. Анна Абрамова, Улагат Мергалиев, столичное бюро КТК. Продолжение следует...